Приветствую, друзья, на портале обучения и саморазвития. Мы, конечно же, как всегда, желаем вам мудрости, поэтому сегодня и решили обсудить все за и против того, почему дома нельзя ходить босиком. Правда ли это, подтвержденное современными медиками и учеными, или всего лишь приметы, дошедшие до нас чуть ли не со Средневековья? А ведь бывает и так. Это удивительно. Но в 21 веке до сих пор есть люди, которые слепо верят в приметы, шарахаются, например, от черных кошек, пустых ведер и тому подобного. Нет, конечно, бывают приметы, которые и правда работают. К примеру, если ночью выйти погулять в заводском районе Челябинска, домой можно и не вернуться – это верная примета. Или, если в нетрезвом состоянии сеть за руль, можно затем ближайшие лет десять посвятить шитью спецодежды под чутким руководством государства. Так что некоторые приметы и правда работают, и крайне не рекомендуется их актуальность проверять на собственном опыте. Но сегодня мы поговорим о такой примете или же медицинской рекомендации, как хождение дома босиком. Например, некоторые поклонники эзотерики и мистики утверждают, что если ходить дома босиком, можно навлечь на себя самые ужасные несчастья. Ну что сказать, может, они и правы, кто знает. И может, хождение дома босиком – это гораздо более серьезная проблема, чем та же печальная криминогенная обстановка в заводском районе Челябинска или пьяные за рулем. Попробуем выяснить. К примеру, утверждается, что нельзя гулять дома без обуви 28 августа – на день успения Пресвятой Богородицы. Существует мнение, что хождение в этот день босиком может навлечь на человека различные болезни и общее ухудшение здоровья. Август, как мы можем видеть, вообще месяц опасный. К примеру, 2 числа сего месяца тоже не рекомендуется гулять. Не босиком, а вообще по улице. Так как вероятность встретить нетрезвых ребят в голубых беретах, любителей купаться в фонтанах и по-всякому шутить, возрастает многократно. Но что там? Тоже примета. 4 января тоже, говорят, нельзя снимать обувь. В этот день вспоминают святую великомученицу Анастасию Узарешительницу. Уж неизвестно доподлинно, чем можно эту самую Анастасию обидеть, сняв обувь, но расправа, говорят, будет жестокой. Посмевший снять обувь в этот день навлечет болезни и беды на своих родных. Так что, друзья, следите за своими родственниками 4 января. А не то, сами знаете, с Анастасией шутки плохи. Надо отметить, что в прошлых веках ходить в теплое время года в обуви могли себе позволить лишь очень состоятельные люди. То ли с жиру они так бесились в жару дома ходить в обуви, то ли тоже в приметы верили. С высоты прошедших лет уже сложно определить. Однако с тех пор и пошла примета, что если ходить босиком, пусть даже и дома, то это признак бедности и, как следствие, таким вот безобразным поведением им можно навлечь на себя бедность. Но, как мы видим, данная проблема, как и примета, в данный момент не очень актуальна, так как обувь себе сегодня могут позволить даже самые бедные слои населения. И факт того, ходите вы дома босиком или в обуви, на ваше благосостояние, скорее всего, никак не повлияет. Ну, если вы, конечно, от этого не заболеете и вам не понадобится дорогостоящее лечение. О чем мы еще поговорим дальше? Также запрещается ходить без обуви в доме, где лежит покойник. И после того, как усопший уже отправился в последний путь, до конца дня все равно нельзя ходить босиком. Достоверно, к сожалению, неизвестно, что там может случиться, если это правило нарушить. Но эту примету достаточно просто соблюдать, ведь, к счастью, не часто в наших домах происходит подобное. Так что эту примету можно оставить как особый ритуал в дань уважения ушедшим родственникам. Да, кстати, и в лесу к грибам также лучше относиться с уважением. Чтобы случайно не наступить босыми ногами на грибы в лесу, по лесу также не рекомендуется ходить босиком. Не совсем понятно, в чем разница, наступить на гриб в ботинке или без него. Но авторам этой приметы виднее. Они утверждают, что грибы очень сильно обижаются, когда по ним ходят босыми ногами и прячутся от такого грибника, не даваясь ему в руки. Что, как вы понимаете, скорее всего, также достаточно далеко от реальности. Но учитывая наши леса, мусор и экологию, конечно же, босиком мы вам по ним ходить не рекомендуем. Так что данная примета вполне имеет право на соблюдение и существование. Иначе есть риск банально повредить себе ноги в процессе прогулки по диким и неухоженным местам босиком. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. Медицина по этому поводу тоже имеет мнение весьма настороженное. Во-первых, бактерии. И есть мнение, что на полу даже в обычной квартире проживает более чем 400 тысяч видов бактерий. Ну а в обуви, видимо, нет. Стерильность как в банке с чистым спиртом. Одним словом, медики тоже нередко выступают против того, чтобы ходить босиком. Вторая, достаточно веская медицинская причина, почему нельзя ходить дома босиком, это переохлаждение. И да, действительно, в теории переохлаждение или микробы могут стать причиной болезни. Хотя с точки зрения, например, натуропатии, любая болезнь это очищение организма, а различные внешние факторы лишь катализатор процесса очищения. И с этой точки зрения, причина болезни не в том, что подул ветерок или бактерия попала на кожу, а в том, что организм загрязнен и имеет потребность в очищении. И действительно, если вы здоровы и у вас хороший иммунитет, то, скорее всего, хождение по полу босиком не приведет к тяжелым заболеваниям. А вот если у вас со здоровьем проблемы, то лучше, конечно же не усугублять положение и приобрести теплые, мягкие и чистые тапочки. Вы, быть может, сейчас подумали, что уж по ковру-то точно можно ходить. Это же не холодный пол, это же ковер. А нет, коварный враг, как говорят некоторые, притаился и тут. Статическое электричество, которое накапливается в коврах, по их мнению, оказывается крайне губительно для здоровья. Но, друзья, лично мы не думаем, что это проблема. Если некоторые люди носят шапочки из фольги, чтобы инопланетяне и масоны не внушали вредные мысли, стало быть, можно сплести и носки из фольги, чтобы статическое электричество оказалось против нас бессильным. А с ним заодно и масоны с инопланетянами потеряют на нас всякое влияние. Ведь кто их знает, может, они не только голову облучают. И действительно, некоторые люди, в том числе и врачи, утверждают, что хождение босиком по идеально ровной поверхности пола формирует неправильный свод стопы. Не совсем понятно, как ситуацию может исправить хождение в обычной обуви. Ведь пол от этого кривым не становится. Но это уже подробности. Разве что речь идет о специальных тапочках с ортопедическими стельками. Тогда да, если у вас есть плоскостопие начальных стадий, то лучше ходить в специальной ортопедической обуви даже дома. Ну а как итог, теперь вы хотя бы знаете, что хождением босиком по полу в теории, и если верить некоторым народным приметам, то можно навлечь на себя массу неприятностей. Но с другой стороны, почти всех этих проблем можно избежать и другими альтернативными способами. Например, если у вас в квартире прохладно и по полу дуют сквозняки, можно ходить в теплых шерстяных носках, они, уверены, смогут заменить обычные тапочки с еще гораздо более лучшим для здоровья эффектом. Ну а вот стоит ли вам из фольги плести себе носки, это уже останется на ваше усмотрение. Но мы, как портал обучения и саморазвития, не видим к этому разумных причин. И в принципе, современному человеку вполне можно забыть большинство этих, перешедших к нам из далекого, тяжелого, бедного и холодного прошлого примет, из головы. А лучше потратить свое время и энергию на решение других, куда более реальных проблем. Тем более, что мы, друзья, вам можем также предоставить и как минимум столько же, если не больше причин, почему босиком ходить дома, наоборот, иногда полезно и даже рекомендуемо некоторыми не менее авторитетными врачами. Так что главное правило, как всегда, доверять, но проверять. А также пользоваться банальной логикой, интуицией и, конечно же, мудростью, которую мы вместе с вами и постараемся развить в каждом видео. И вам того же и пожелаем. Добра вам и удачи! Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня, а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok